Когда режиссер утвердит сценарий и подготовит аниматик, черновой макет мультфильма, к работе подключаются остальные отделы студии. Рисуют, красят, озвучивают. Мы подготавливаем для аниматора леауты. Это как такой технический художественный документ, где мы настраиваем композицию кадра, персонажей, выставляем в нужные позы, сдаем нужные эмоции, показываем все технические моменты, движение камеры. На создание полнометражного мультфильма уходит примерно год работы сотни человек. С появлением графических планшетов процесс анимации ускорился, но не отменил ручной труд. Мельница – едва ли не единственная студия в стране, где до сих пор рисуют на кальке. А в отделе 3D-проектов вовсю готовятся к юбилею. Круглую дату отметит премьерой полнометражного мультфильма «Лунтик. Возвращение домой». Один из самых узнаваемых персонажей появился в 2006 году. Спустя 18 лет поклонники сериала наконец-то узнают, почему малыш живет с бабушкой и дедушкой, и где же его мама. Премьера пройдет этой осенью. Мы, когда работаем в 3D, у нас персонаж как кукла. Он весь воспроизведен в 3D полностью. То есть аниматоры его крутят, как с куклой мы играем. А в 2D – это набор плоских картинок. И ракурсы, повороты головы, эмоции – это все отдельные картиночки. Вот такие есть у нас контролы, за которые мы, собственно, и шевелим. Драчочки подвинули. Можно чуть-чуть ему, чтобы помилее было, еще и щечки приподнять. За годы работы студия выпустила 24 полнометражных фильма и около тысячи эпизодов мультсериалов. Среди них «Барбоскин» и «Царевна», «Урфинджуз» – франшиза «Три богатыря». Позвольте представиться. Гай Юлий Цезарь. Очень приятно. Особая гордость студии – звуковой цех. Он состоит из речевого и шумового ателье. Аппаратное позволяет воплотить самые замысловатые звуковые трюки. Озвучивание – один из самых увлекательных этапов создания мультика. Различные звуки создаются с помощью нехитрого реквизита. Вот так, например, бежит конь Юлий. Мельница – обладатель более 300 наград, включая главные призы международных анимационных фестивалей «Ванси», «Загребе» и «Аспине». Это как каннский, берлинский и венецианский в кино. Также среди достижений – две номинации на «Оскар». Главное, наверное, в нашей профессии – это неосозданное остервенение, с которым работаешь. Потому что вот это остервенение, в прямом смысле, страсть, она и дает силы, больше ничего не дает. Страсть – как талант. Она либо есть, либо нет. Ничто великое без нее не рождается. И это такой же дар Божий. Полнометражные фильмы студии не раз становились лидерами кассовых сборов. А по числу зрителей часто обходят многие зарубежные анимационные картины. Работая для детей, режиссеры стремятся, чтобы интересно было и их родителям. Александра Корнева, Евгений Чернов, Мария Плакидина. Новости телеканал «Санкт-Петербург».